Ребят, всем привет! Кто любит писать в комментариях про карму и свечи, можете сразу же отправляться писать в комментарии. Сегодня опять трэш, сегодня Q5, Q5, простите, а то Q5 мне тоже уже писали, что Q это не то, Q это хорошо. Итак, очередной трэшняк, выбранный нами. Продолжение следует... Ребят, мы расширяемся и нужны сотрудники, нужны специалисты по выбору осмотра автомобиля. Обязательное требование должен быть личный транспорт, проживание Киев, Киевская область, обязательно опыт работы на СТО. Нужно понимать, что человек должен разбираться и в двигателях, и в коробке, и в кузове, и в электронике. Форма оплаты издельно-премиальная, сразу говорю, высокая. Парней, которые звонят, я обязательно научусь, ребят, с радостью. Но сейчас у меня такой этап в жизни, что учить я не могу. То есть я готов взять хорошего специалиста на высокую оплату. Но учить где-то что-то, какие-то моменты, тонкости, нюансы обязательно расскажем, покажем, без внимания не оставим. Но учить с нуля, простите, на это сейчас просто нет времени. Все начиналось обычно. Нужен был, ну правда на тот момент изначально Тигуан. Тогда еще речь о Audi Q5 вопроса не шло. Мы пересмотрели, не знаю, штук 7, наверное, машины. Все они такие, очень посредственные и не очень хорошие, назовем это так. Потому что то кузов у нее был сильно потрепанный, то двигатель в ужасном состоянии, то еще какая-то мелочь. Был сначала такой. Ну что, пошли смотреть. Потом был еще вот такой. Сделали в январе, наверное, или когда. Потом начался этот карантин, и я так и не доехал. Потому что она не полирована, даже немножко вон. Мусорок есть такой. А потом был вот этот вот. Автомобиль. Значит, из его недостатков вот это тампоном закладывали, что фара чуть-чуть придавило. А здесь чуть прицарапано. Небольшая вмятина и пластик. Ветровое стекло миненное. Безопасность целая. Вот эта дверь, да. Мусора чуть попала в лак. А это в Украине двери поддували? Там? Шпаклан чистый? Да, да, да. Ну вот здесь мусор чуть-чуть забыли. Здесь, полумусор, да. И здесь. Ну, в этом, вон, парфюсер. Ничего информации нет. А потом мы посмотрели еще этот. Тут легенький вот подкрас был. Ну, ничего критичного нет. Без шпаклевки. Крыло тоже подкрашено было. Но шпаклевки я не вижу. Все, отлично наш. Ну, как отлично. Ну, относительно. Сверху вот этот. Так, ну, здесь по стойкам я тоже особо ничего не вижу. А вот по передним, там вопросов, конечно, больше. Я не знаю. Я говорю, это когда у меня куполка нахотил, у меня тащит была палатка. Здесь особенно. Ну, остальных пацанов приезжает. Ну, да. Отключи пока его. С тормозами тут тоже беда. Потому что, наверное, за воздушную систему. Вот я давлю, и оно так тяжело останавливается. В общем, проемы крашены. Спереди обе стойки шпаклеванные. Фары не работают. Датчик кондиционер не работает. Якобы пустой фріон. Оця штука в автомате не работает. А, воно не будет вниз. Вони работает. Там просто, видно, устанавливали. Я бы им кнопки, не знаю, че зажали, че что. Они все работает. А вот эти кнопки двоя зламаны. Дивите, вы говорите, что этот автомобиль не заезжал на диагностику, но я бачу, что 30.05 в нем очистили все ошибки. И они повиникали заново. Ну, вин был на всем уж. На стоуном покраске, воно там красовое. Ну, до электрики я не ездил. И тут подвалила она. Вот она, счастье. Это Audi. Казалось бы, ну все уже классно. Недостатков за время осмотра автомобиля не выявлено. Принимаем решение оформлять, покупать. Поехали и оформили, и приобрели. И в этой машине посмотрели все. Ходовую, двигатель, посмотрели коробку, делили внимание ошибкам двигателя. Позаходили, почитали пробег на всякий случай во всех блоках. Проверили стеклозазоры на кузове. То, как оно сделано. Все классно, все замечательно. За исключением всего одного момента. На следующий день позвонил заказчик и говорит, у меня загорелся чек. Выяснили его географическое месторасположение. Как выяснилось, наш Сергей был неподалеку. И подъехал посмотреть, продиагностировать, что же у него случилось. И случилось у него давление в турбине. Не соответствовало заданным параметрам. Рядышком была компания Турбобосс. Это парни, который ремонтирует турбины. Мы обратились к ним, они мне говорят, снимайте турбину, везите к нам. Только после этого мы будем что-то с ней делать. Нам такой вариант не подходит, потому что нам нужно все в одном месте. Все комплексно. У нас на ИСТО было занято. И парень нашел, где ему делать автомобиль. Ему посоветовали. Как оказалось в процессе, это парень, которого, оказывается, я давно знаю. И парень очень хороший, специалист своего дела. Занимается долгое время только вагами. Недолго, думая и осматривая, пришли к выводу, что кончилась именно турбина. Заказчик в шоке. Парень, который выбирал автомобиль, тоже на изжоге. Ну, как бы не хитрое дело. Выбрали автомобиль, а на следующий день он рассыпался. Как вы, в принципе, уже видели и знаете, мы расширяемся, мы растем. И вот один из экспертов, он еще не отточил последовательность действий проверки автомобиля. И один пункт, всего лишь один пункт по чек-листу, он просто пропустил. На момент осмотра никаких звуков не было. Но не проверили давление турбины при осмотре. А оно бы показало, что... Тогда она еще хоть как-то надувала, потому что пробовали не по абсолютному значению, а пробовали так, по трубок нажали, газни, опа, надулась, все, класс. Турбина работает. Да нифига, не тут так было, не совсем она правильно работает. Ну, скажем так, она просто умерла уже у заказчика на руках. Ну, я как технически образованный человек понимаю, что турбина не умирает за один день. И здесь проблема в том, что не досмотрели мы. Ну, что, такое ремонтировать, ну, наверное, нецелесообразно, потому что размолотило там сильно. И было принято решение купить новую турбину и ему поставить. Чем, собственно говоря, мы занялись или занялись? На Автонова Д, официальный представитель оригинальных запчастей Audi Volkswagen, эта турбина стоила 20, по-моему, 400 копейками тысяч гривен. Мы ее купили, установили, и машина поехала дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, в принципе, виновник этого сюжета, о котором был снят этот ролик. Благодаря вот этой заслонке, даже не заслонке, а клапан сброса, он же в калитке называется в народе, и было, благодаря его поломке или же из-за поломки, мы поменяли всю турбину. Можно было бы, конечно, отремонтировать, но это не наш метод. Оно бы стало все гораздо дешевле, но это было бы не факт, что надолго, поэтому прентензия к нам, мы ее приняли обоснованно, я купил новую турбину, и мы поставили. В параллении, конечно, были еще проведены некие работы, но это уже дополнительно оплачивал заказчик замену помпы, замену термостата, но это уже к регламенту подходило, но это уже другая история. Но сама турбина, вот, в принципе, турбина, прокладки и все остальное, это наш косяк, поэтому мы за него ответили. Кстати, сделали это парни на Алика-сервис, вот здесь вот я оставлю их не данные, не в формате того, что это классная реклама или там, вау, все бегом, срочно от них. Нет, кстати, парни относятся к своей работе очень неплохо. По срокам, в отличие от других СТО, здесь, если говорят, что это будет столько, то они к этому готовятся. Все запчасти они прогнозируют своевременно, то есть задержки как таковой нет. Нет, конечно, есть какие-то всякие накладки, которые не от них зависят, но если зависит от них, то задержек здесь никаких нет. Точно так же и у нас. Сказали два дня, быстренько за два дня все это сделали. И это с учетом того, что нужно было доставлять запчасти. Так что парни, в принципе, очень классные. Рекомендую, если кому-то нужна турбина для инсталляции чего-то, или же вдруг, если кто-то захочет сделать ремонт с нее, пожалуйста, можно продать за недорого. Пишите, что-то придумаем. Потому что мне на самом деле этот музей как таковой особо и не нужен. Хотя посмотрим, может я с ним сделаю какую-то инсталляцию, напоминание о том, как делать не нужно. На всякий случай, вот она, новая турбинка стоит. Чтобы мне рассказывали потом, что сделал видео для красного славца. Сейчас я вот так, наверное, ее... Ребят, как бы там ни было, что такое гарантия исполнения обязательств? Вот один из наглядных примеров. На самом деле машин выбирается очень много и не так много попадает трэша. Но тем не менее, все равно такое есть у абсолютно каждого автоподборщика. Но почему-то они этого не хотят освещать. Возможно, думают, что... Не важно, что они думают, а то сейчас меня как понесет не в ту сторону. Мы за свои слова, мы за свои действия отвечаем. Вот этому наглядный пример. Ну а с вами был Николай Тарануха. Киев, компания 1Авт. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Hyundai X35. Он же на некоторых рынках идет как Hyundai Hyundai Tosan. Прекрасного черного цвета. Идеальный по зазорам. Нигде не бить, совсем не крашен. Номера... Алекс Восток продал ему этот автомобиль. Судя по рамкам номерного знака. Имеется парктроник, чистые, не поцарапанные диски. Эх, чем еще заниматься на светофорах? Имеется парктроник, чистые, не поцарапанные диски.